Приветствую, а сегодня хотелось бы поговорить про такой феномен, как очеловечивание другого человека. Понятно, что такой феномен существует. Он есть в практике психологов, он есть в научной литературе. В частности, в научной литературе это называется проекцией, когда мы проецируем на человека что-то свое. И видим его вот именно через призму этих самых проекций. А вот, я думаю, что просто само это явление, ведь проекция, она довольно частное явление, она довольно локальное явление. Хотя и может быть длительным по времени и может, в общем-то, иметь очень такую определяющую составляющую для человека. То есть, вся жизнь может быть построена на проекции, вот, кого-то. Но я думаю, что это локальное явление. Я думаю, что есть более глобальные такие моменты, вот, не связанные с проекциями, вот, напрямую, по крайней мере, как таковыми. Вот, кроме этого, мне кажется, что идея проекции, да, она, вот то, как она описывается, то, как она представлена в психологической литературе и, собственно, как сами психологи об этом говорят. Вот, я думаю, что это несколько сложно и, ну, порой даже схоластично выглядит для обычного человека, пусть и просто пытающегося понять, как ему вообще жить, да, и как ему существовать. Вот. Здесь поэтому стоит отметить то, как я вижу проекции. Я вижу проекции, как некое устойчивое такое состояние, при котором один человек приписывает, переносит на другого, вот, ну, какие-то свои переживания, какие-то свои комплексы и так далее. Вот. Именно устойчивое состояние, вот, где подобный процесс переноса является системным. Вот. Вот. Но, я думаю, никто не будет спорить с тем, что человек существо эмоциональное. эмоциональное. Я думаю, что никто не будет спорить с тем, что человек существо эмоциональное, как бы такое деятельностное. И я думаю, что проекция, будучи не совсем осознаваемой активностью человека, является не единственным элементом, который, значит, делает очеловечивание другого человека, эмоциональное. Реально. Есть еще и вполне себе осознаваемые какие-то вещи, вот, осознанно приписываемые другому человеку. Вот. В частности, например, такая активность, что когда, например, человек узнает какую-то информацию, вот, будь то из социологии, будь то из психологии, будь то из еще каких-то наук, которые так или иначе, вот, относятся к человеку, да, вот. Он, замечая в тех, кто его окружает, замечая вот эти вот элементы, значит, ну, во-первых, может пытаться ими управлять, во-вторых, он думает, что, ну, вот, если он увидел какой-то элемент, значит, это вот так оно и есть. Да, значит, так оно и есть, значит, человек так будет себя вести дальше. Вообще, мне кажется, что очень большая часть проблемы, конфликтов в отношениях, не связанных с какими-то травмирующими элементами в психике субъекта, связаны именно как раз с этой историей. связаны с тем, что, вот, допустим, там, не мужчина подарил девочке цветы, вот, девочка, девочка его поцеловала, да, и, там, была с ним более ласковой, более, значит, более страстная, например, там, и так далее. Вот, и мужчина, он может решить, вполне может решить, что девушка, она такая, потому что получила цветы. Я сейчас упрощаю, упрощаю немножко этот момент, но я надеюсь, что принцип понятен. Вот, он думает, что, вот, девочка любит получать цветы. И в следующий раз он желает, чтобы она стала страстной и так далее опять, вот, он опять подарит ей цветы-цветы. Но, на мой взгляд, эта позиция, она очень деструктивна, потому что девочка может быть страстной по другим причинам. А эти причины, вот, мужчины не, ну, не замечаются. Вот, и это приводит к развитию пассивности, к выхолощиванию искренности из отношений и так далее. Или, например, вот, ребенок, который просто у мамы, значит, ну, просто у мамы, там, что-то ему разрешить или ей разрешить. Вот, мама говорит, нет, я тебе не разрешил, ребенок, соответственно, ну, пытается придумать какие-то аргументы, да, договориться, вот, что-то пообещать. Вот, и, например, он, значит, обещает, что, там, допустим, будет хорошо учиться, и мама принимает это обещание, вот, и разрешает ребенку делать то, что он хочет. Ребенок думает, думает, может думать, что мама, если вот она уверена в том, что ребенок, ну, что он будет хорошо учиться, ребенок, то она, типа, все разрешает. То есть, для мамы самое главное, это учеба ребенка. Вот, ребенок может сделать такие выводы, особенно, если несколько раз это произойдет. И это тоже является ошибкой, потому что далеко не все родители руководствуются именно только обучением. И такой довольно живостки, мне кажется, расклад из-за этого является эпизод, когда ребенку что-то нужно, он просит маму, обещает ей опять, там, какие-то оценки, вот, а мама на это не соглашается. Вот, и ребенок оказывается в растерянности, в ступоре и так далее. Вот, таким образом можно сказать, что вот очеловечивание человека в этом смысле, потому что этот процесс, он, он чем-то с чем-то схож с тем, что мы делаем с животными. Вот, так вот, очеловечивание человека, оно здесь приводит просто к упрощению человека и, ну, в общем-то, демонстрировать желание контролировать. То есть, желание обеспечить предсказуемость поведения кого-то. Вот, я не думаю, что полностью этого можно избежать, очеловечивание такого. Вот, потому что, все-таки, когда, например, мы, допустим, зовем друга погулять, мы видим в этот момент именно, вот, того, кого мы зовем, мы видим именно в этот момент гуляющего с нами человека, да, а не видим, значит, того, у кого есть свои дела. Вот, я думаю, что полностью очеловечивание другого человека избавиться не нужно, но я думаю, что этот процесс, он ведь искусственно развивается, он искусственно может поддерживаться, он может педалироваться, он может выступать чуть ли не единственным способом для человека взаимодействовать с другими людьми и выстраивать какие-то свои отношения. Вот это уже очень деструктивно. Вот. То есть, нормально, когда мы зовем кого-то погулять, нормально видеть вот в том, кого мы зовем, да, значит, соответственно, того, кто с нами погуляет. Вот, или когда мы, например, ухаживаем за кем-то, да, мы видим этого человека как кого-то, кто нуждается в нашей помощи, ну вот. Но, как бы, очень важно не ставить вот этот образ человека, это его проявление на первое место. И очень важно не считать, что это определяющее что-то, потому что я думаю, что, может быть, и не каждый из нас, но, мне кажется, довольно большинство, довольно большое количество людей может вспомнить такую ситуацию, когда, вот, кто-то попросил нас о помощи. Ну, к примеру, там человек болеет, вот родственник болеет, вот, попросил поухаживать за ним, мы, значит, приходим к нему домой, да, там, что-то там делаем, там, готовим для него, убираем квартиру, там, посуду моем, белье стираем, вот, то есть, какие-то вещи делаем, пока родственник болеет, вот. Вот, и мы видим этого человека вот так, что вот он, какому-то просто болеющий человек, которому нужна помощь, да, и мы относимся к нему так. Я думаю, что люди могут заметить, как они, ну, то есть, человек болеет, да, он болеет физически, вот. То есть, он не может ходить, он не может, там, работать, вот. Но, многие из нас могут заметить за собой такую историю, что с таким человеком общаются, как бы, с высока. Многие могут заметить, что мне хочется шиптаться с этим человеком. Многие могут заметить, что им начинает казаться, что они знают, как лучше для этого человека, но он же от них зависит, да, вот. То есть, возникновение зависимости от кого-то для нас, если мы те, от кого зависит просящий, это как-то вот выливается в постепенное и куда более глобальное принижение человека, как бы сведение к вот этой вот болезненности всех остальных сфер человека. Потому что для того, чтобы помогать человеку и в то же время воспринимать его, как равного себе в других сферах, ну, требуется, в общем-то, довольно большая доля осознанности и требуется, наверное, умение такое, умение не размещаться, да, а умение позволять размещаться другому, вот. Ну, это особенно тяжело, если вот болеющий человек, например, допустим, капризничает. Мы четко связываем капризность с болезнью, вот, и мы не воспринимаем капризность всерьез. Вот этот пример, который я придумал только что, когда есть действительно болезненность, есть действительно какие-то проблемы у человека в том, чтобы себя обеспечить, за собой ухаживать, и когда есть капризность, так вот, а капризность это как раз-таки пример деструктивного, деструктивного очеловечивания. Вот, если мы называем, ну, если мы называем вот такую капризность, да, капризностью, потому что на самом деле это компенсация вот какой-то болезненности, это, ну, в общем-то, способ человека сохранить свою, ну, свою самоценность, вот. А мы это обесцениваем, вот. Вот, и вот, наверное, об этом я хотел сказать, да, хотел сказать, вот, поговорить о таком феномене, вот. Я надеюсь, что у меня получилось дать какую-то основную идею, вот. Повторюсь, я не претендую на истины, я не претендую, там, на какие-то вот открытия в этой сфере, я просто хотел затронуть те аспекты, которые мне кажутся важными, и которые, в принципе, я не встречал, чтобы рассматривались вот с такого угла, а мне кажется, это очень, очень серьезно, мне кажется, это очень важно. Как-то так, как-то так, как-то так. В заключении хочется сказать, что вот как, ну, при аналогии с животными, да, объективно человеку, чтобы взаимодействовать с животным, ему нужно его очеловечить. Вот. Ему нужно его очеловечить, потому что если не очеловечивать, то это вообще чужая, очень такая, ну, чужая история. Очень чужеродная история, и эта история вообще про полную несовместимость. Ну, то есть, неестественно для человека, да, находиться с животным, допустим, там, в одной площади, в одной плоскости и жизненным, неестественно. Неестественно. Вот, потому что, ну, опять же, я не думаю, что будет кто-то спорить с тем, что человек, несмотря на свою животную природу, вот, все-таки сейчас занимает совершенно особенное место, вот, ну, вот, в природной, так сказать, лестнице, вот, и человек не похож ни на одно другое живое существо. И, конечно же, не отрицая своей животной природы, ну, интеллект человека, в общем-то, придает, вот, нам, как живым существам, совсем другое качество, вот, совсем другой статус и так далее. Вот, именно за счет, вот, моральных, моральных, этических, за счет прочих моментов влияния социума, общности, вот, и коллективности, человек, ну, несмотря на свою животную природу, все же он находится на совсем другой, другом, на совсем другой ступени. Ну, вот, я бы не стал говорить выше или ниже, просто на другой, на другой, просто на другой, вот, и в этом смысле жить с животным, например, с собакой или кошкой, как бы, не очловечивая их, нельзя. Нельзя. Я не могу, я не смогу жить с собакой или кошкой, если не буду видеть в них что-то, мне понятное, если я не буду видеть в них, например, доброту, преданность, там, игривость и что-то еще. Вот. Хотя, на мой взгляд, такие вещи у животных отсутствуют, несмотря на то, что есть расхожее мнение, что собаки преданные. Вот. Я не думаю, что мы можем говорить о преданности животных, потому что быть преданным, это, с одной стороны, выбор. Это выбор, вот, это выбор. Это такой очень осознанный, очень зрелый выбор, что я буду с ним, несмотря ни на что, всегда. Это очень зрелый, это очень осознанный выбор. Я не думаю, что животные способны делать такой выбор. Но нам необходимо, необходимо это видеть, и нам необходимо, как бы, через себя это пропускать, чтобы мы могли взаимодействовать с животным. По сути, мы, как бы, в своих глазах, да, дотягиваем животное до какого-то нашего уровня, хотя бы частично. Вот. И в то же время, вот это очеловечивание, которое нормально для того, чтобы взаимодействовать с животным, да, в то же время это же самое очеловечивание, на мой взгляд, как бы, принимает совершенно деструктивные формы, когда, ну, например, мы очень близко, значит, к лицу, да, позволяем быть кошкой или собакой. Вот. Играем, думая, что, ну, она нас не обидит, да, она нам не нанесет вреда. Вот. Умиляемся тому, что, например, кошка после укуса лижет то место, которое она укусила и так далее. Вот. И или умиляемся тому, что собак там чувствует себя виноватой, если она сделал, ну, что-то сделала, да, съела там что-то или распила что-то. Вот. Вот это вот большая ошибка. Это большая ошибка. Это уже такая, кажется, что все то же самое, да, кажется, все то же самое. Кажется, что если мы видим возможность раскаиваться в кошке или собаке, или если мы видим в кошке или собаке какую-то заботу о нас, вот, кажется, что это продолжение того, о чем я говорил до этого, вот. Но на самом деле нет. Хоть грань здесь и размытая, по моему мнению, это уже вот то самое деструктивное очеловечивание, да, которое я раскрывал в примере с болельщим человеком, который, когда мы его капризность воспринимаем именно как капризность и относимся к этому пренебрежительно. Вот. Кстати, еще один пример. Это вот беременная женщина. Вот. Часто беременные женщины могут вести себя как дети, вот, такие капризные. И мы можем часто видеть вот, ну, такие проблемы в отношениях, что беременная женщина говорит о том, что ее мужчина или муж вообще не воспринимает ее всерьез. Все ее, ну, короче, просто вот полностью дискредитируют ее как личность. Вот. Это объясняет беременностью или там вот особенностями, значит, протекания и развития плода. И вот это вот очень деструктивно, это очень деструктивно, хоть и прочь так, но это очень деструктивно. И вот, по моему мнению, вот такой процесс ничем не отличается от процесса, связанного с животом. На самом деле, я думаю, что, когда мы говорим, что нам очень нравится это животное, то есть там кошка, собака, какая-нибудь порода, нам нравится. Мы уже производим очеловечивание, мы уже производим некое такое подтягивание этого существа до своего уровня. Вот. И, в принципе, на этом можно было бы остановиться. В принципе, на этом можно было бы остановиться. Не идти дальше в очеловечивание. По моему мнению, если человек идёт дальше в этом процессе, то у него уже здесь имеют место быть какие-то компенсаторные механизмы. Вот. Кошатники, собачники. Это вот такой достаточно яркий пример. Несмотря на то, что он общеизвестный. Вот. Но вот это явно хорошо иллюстрирует, что бывает с людьми, когда они в своём очеловечивании, да, идут дальше. И, ну, в отношениях между людьми мы тоже очень можем видеть, что бывает с теми людьми, которые идут дальше, идут дальше в очеловечивание другого. Ну вот. На самом деле, может показаться, что немножечко странным, что я так вот провожу параллель между взаимодействием, да, человека и животного, и человека и человека, вот. Нет, я не провожу параллельный и никак не говорю, что это взаимодействие похоже, вот. Хотя даже этот тезис, в принципе, ну, может иметь место быть, да, если мы исходим из того, что человек животное, и взаимодействие человека и человека, это взаимодействие двух животных, да, вот, хоть и высших, высших. Нет, я просто говорю о том, что поскольку в этих двух моментах, в этих двух картинах, парадигмах присутствует человек, то в этих двух парадигмах присутствует очеловечивание. И вот мне хотелось именно показать, что без очеловечивания совсем нельзя, невозможно, невозможно, да, потому что когда нам нравится, то другой человек, мы говорим, эй, я тебя уважаю, ну, вот, ты меня восхищаешь, ты мне нравишься, это очеловечивание. И когда мы говорим про капризность болеющего человека, это тоже очеловечивание. Но в первом случае очеловечивание естественно, очеловечивание нормально, ну, вот, не всегда осознанно, но нормально. А во втором случае это очеловечивание всегда осознанно, или, по крайней мере, является интроэконом, вот, то есть стереотипическим. И оно вредно. Вот. Всем спасибо, кто это прослушает. Я надеюсь, что это было интересно и полезно. Если есть желание меня поддержать, поддержать мою работу, чтобы выходили еще какие-то ролики с какими-то мыслями, вот, то ссылочка будет в описании. Буду всем очень благодарен, вот, всем здоровья, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok